МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты, потому что давно знакомы, рада тебя видеть. О квизе мы чуть-чуть попозже. Сначала о туристах. Насколько они сейчас вообще активны и куда они чаще всего хотят ехать? Ну, хочу сказать, что в этом году туристический сезон был достаточно успешным. Туризм оживает. Ну, не в этом, наверное, в 22-м, имеем в виду, да, году? 22-й и 23-й тоже, да? И 23-й тоже, потому что уже появилось наше любимое направление Таиланд с вылетом из Новосибирска. Мы можем полететь в Паттайю, можем полететь на курорт Пхукет. Продолжается полетная программа в Арабские Эмираты. И даже в этом году есть изюминка. Это Шри-Ланка. Рейсы, как правило, уходят все полные. Туристы возвращаются счастливые и довольные. Это мы о загранице, да? Знаю, что у нас люди очень любят жителей Алтайского края, любят Питер, любят Сочи. Из Барнаула улететь в эти города вообще сейчас возможно или как это? Уже второй год на круглогодичной основе у нас летает прямой рейс и в Сочи, и в Питер. Причем туроператор сформировал на этих рейсах выгодные туристические пакеты, в которые уже входит проживание, питание, перелет. А в Сочи и Абхазию даже входит трансфер. По цене они намного выгоднее, чем если ты будешь брать билет и будешь еще брать отдельно проживание. Поэтому эти туры пользуются спросом. И не только курортно-санаторное лечение и СПА в Сочи, но и я называю эти туры в Сочи на три ночи и в Питер на три ночи. Сама недавно летала в такой тур, в пятницу улетаешь, в понедельник возвращаешься. Немало. Мне кажется, как-то далеко же лететь. Вы знаете, я успела лететь 4 часа 15 минут. Ну, понятно. Я успела и погулять по Эмеретинке, и съездить на Розу Хутор, и посмотреть новые гостиницы, которые приготовили к летнему сезону, и съездить на Ричпорт, погулять в центре, на набережной, и еще и покупаться в термальных бассейнах. Для Питера 4 полных дня это все самые главные, самые знаковые экскурсии уже можно посмотреть. И стоимости, хочу вам сказать, вне сезона Питер, например, 17 тысяч на человека, включая билеты проживания, 20 тысяч на человека, это если проживание уже в центре Питера. Ну, в общем, такая приемлемая достаточно цена. Поэтому, конечно, это отлично, что из Барнаула... Абхазия уже тоже ездит? Абхазия, очень много бронирования и на майские праздники в Сочи. Абхазия на апрель, потому что вот я была в феврале, там плюс 15, там светит солнце, там зелень, там воздух. И поэтому, конечно, Барнаульцы счастливые люди, что у нас летают прямые рейсы. Весна обычно время бронирования туров на лето. И даже зимой у нас туристы бронируют. Но нынче многие, конечно, переживают. Вот они заплатят всю сумму, а там по независимым от них обстоятельствам они не полетят куда-то в тур. Обязательно ли платить всю сумму за тур? И какие вот есть риски на данный момент? Марф месяц – это первый месяц весны, но это последний месяц раннего бронирования, когда отели и пансионаты дают скидки. Поэтому вот эти турпакеты для бронирования на весь летний период уже доступны, и очень многие туристы этим воспользовались. Тем более предоплата всего 20%, риск минимальный, а выгода оптимальная, потому что если то же самое бронировать в мае месяце, это уже на 20-30% дороже. И самое главное, вот эти вот отели, цена, качество, они уходят в первую очередь, и их, как правило, уже в конце апреля на весь летний период нет. Поэтому туристам рекомендую, кто хотел бы полететь к морю, кто хотел бы полететь в Сочи, в Абхазию, в Турцию, пожалуйста, приходите в турагентство. Желательно быстрее, да? Конечно. И в марте месяце постарайтесь забронировать с минимальной предоплатой. Это достаточно маленькие риски. То есть в случае чего вот эта небольшая предоплата, она будет возвращена? Эта предоплата небольшая и будет или возвращена, или будет перенесена на какое-то другое направление, которое открыто, если с тем направлением, которое купили туристы, что-то пойдет не так. Надеемся, что все будет хорошо у нас к летнему сезону. Уже стабильно, стандартно те направления, которые летают 2-3 года, мы уже стандартно и стабильно на них работаем. Ну, я, конечно, знаю, и ты, естественно, как человек, который давно этим занимается, есть туристы, которые бы хотели отдохнуть сейчас в России, причем хотели бы сделать это всей семьей, но их интересует, например, система «Все включено», вот как в той же Турции они привыкли, да, хороший сервис в нашей стране. Есть такая возможность получить хороший сервис по системе «Все включено». Ну, вы же видите, какое сейчас мощное развитие внутреннего туризма и отельной базы, и хочу сказать, что те отели, которые дают хороший сервис, они берут пример с Турции. Уже в этих отелях работают и детские клубы, и детские площадки, хорошее питание, хорошее проживание. Единственный есть нюанс, что эти отели пока не могут конкурировать с Турцией по цене. Но я думаю, что в ближайшем будущем все-таки этот вопрос тоже решится. Но самое главное, что, допустим, в Сочи, в Адлере появились пансионаты среднего уровня, которые перешли тоже на систему «Все включено». Они в этом году появились или раньше еще? Да, они уже есть. Можно прийти к нам в офис, посмотреть, мы расскажем про эти пансионаты. Они обладают собственным пляжем, с лежаками, зонтиками. У них есть бассейны с водными горками, у них есть детский клуб, детская площадка, и даже пенные вечеринки они проводят, трехразовое питание и перекусы. И что самое еще важное, что стоимость на них достаточно доступная. То есть это где-то примерно на 10 дней в летний период 75 тысяч рублей на человека. Это вполне доступно. Ну да, это дешевле получается, чем Турция сейчас в любом случае. Там или Таиланд мы берем. в Турции, это дешевле. А Таиланд там у нас и нет системы. Ну, редко, наверное, система все включено есть. Ну и все-таки мы сейчас переходим к главному, из-за чего, собственно, мы сегодня встречаемся. Переходим к квизу. Первый раз путешествие будет, квиз по путешествиям в Барнауле или уже такое было когда-то? Ну вот, само слово квиз, это уже... Ну это давно известно. Да, это уже известно, очень многие играют в Барнауле, но вот чтобы туристический, бесплатный квиз для путешественников... Да, мы вот говорим бесплатный, ничего платить не надо, товарищи, когда вы придете. Да, это первый раз. Мы хотим такую, знаете, развлекательно-познавательную программу сделать. К нам придут семьи с детьми, к нам придут просто путешественники, пары, сослуживцы, друзья. И мы для них приготовили такие абсолютно простые вопросы, я даже сделаю небольшую подсказку. Вопросы будут о истории Барнаула. Это был мой следующий вопрос. О истории Алтая. Здесь же будут вопросы о озерах, реках Алтая, о каких-то культурных мероприятиях в разных странах. Победить очень просто, потому что на табло будет написан вопрос и сразу несколько вариантов ответов. И самое главное, главный приз... Так, про призы мы чуть-чуть попозже. То есть мы говорим, что квиз будет у нас в основном по Алтайскому краю. То есть вопрос по Алтайскому краю и по городу Барнаула. Да, и все-таки какие-то экскурсионные культурные возможности зарубежных стран самые интересные. Возраст людей, которые могут заявляться команды без разницы, не ограничен. Команда вообще какая должна быть? Большая? Команда 5-6 человек, можно больше. То есть можно даже больше. Условия какие-то, попадания. Вот мы сказали, да, что у нас квиз бесплатный. Пропускать-то наверняка не всех будете. Есть какие-то условия? Как попасть к вам? Квиз – это для путешественников. То есть для этого нужно на входе обозначить, что ты путешественник. Каким образом? Какой-то атрибут. Ксерокопия за гранд-паспортом или ваучер, или какая-то туристическая путевка. Ваучер – это, может быть, прошлого года или позапрошлого. Да, да, совершенно верно. Или договор какой-то с чеком. То есть нужно обозначить, что ты путешественник или бывший, или настоящий, или будущий. Понятно. Ну, по сложности вопросы. Ну, какие-то прям очень-очень такие с заковырками. Нет, никаких заковырок не будет. Уже обозначено, что квиз средней сложности. Средней сложности. Ну, и самое главное – это приз. Приз, да. Какие у нас будут призы? Победителей будет несколько, я так понимаю. Да, победителей будет три команды. Команда победителей, которая заняла первое место – шесть путевок на Алтай в летний период на уикенд. Второе место – шикарный торт и кэшбэк на тур со скидкой 5%. Третье место – огромная корзина с фруктами. Экзотическими? Да, экзотическими. И кэшбэк семь тысяч на путешествие. Ну, будет же какой-то, я так понимаю, специальный приз. Да? Будет специальный приз от компании PegasTuristic. Самой понравившейся команде – это секрет. Мы подарим еще специальный приз. Понятно. То есть это четыре целых приза могут люди выиграть. Ну и кроме этого, те путешественники, которые к нам придут, они смогут задать вопросы по самым выгодным предложениям на лето. В паузах будут игры, конкурсы, где будет тоже очень много призов с атрибутикой туроператора. То есть это будут и пляжные сумки, и пляжные зонтики. Поэтому мы стараемся сделать такую развлекательно-познавательную программу, и даже, может быть, знаете, еще преследуем какую цель. У нас некоторые туристы придут с детьми, и дети в игровой форме узнают все-таки об истории Алтая, об истории Барнаула. То есть познавательное еще такое. Да, еще, знаете, такая немножко такая просветительская миссия у этого квиза. А команд-то вообще ограниченное количество? Потому что вот вдруг сейчас желающих будет огромное число. Сколько команд? Вы знаете, квиз будет проходить в опера. Там огромный зал, поэтому до 30 команд там смело может разместиться. Поэтому мы приглашаем всех путешественников Барнаула. Хорошо. Теперь немножечко мы к другой теме перейдем. О том, что ты у нас человек, который очень давно в туризме, именно поэтому, может быть, пришла такая идея провести квиз. 28 лет, да, отправляешь людей в путешествия по миру, по стране. Насколько вообще сложно быть руководителем турагентства? Ну, конечно, туризм, он же зависит от внешних и внутренних факторов во многом. И за мои 28 лет я уже пережила и всевозможные стихи, атипичные пневмонии, свиной гриб был. Ну, в общем, сложные были времена, самые разные. Да, самые разные сложные времена. И вот пандемия, это был самый, конечно, сложный период, но мы выстояли, мы идем дальше, мы позитивно смотрим вперед, потому что и турист поменялся, турист уже, у него появилось понимание, он понимает, что есть внешние факторы, которые влияют на путешествия. Ну, и наш офис всегда на связи с туристами. Если что-то пошло не так, мы всегда решаем вопрос, переселяем, берем новые билеты, улучшаем, значит, отдых. Если самолет отменили, тут же те направления, которые открыты, мы предлагаем туристам, то есть в нашем офисе ни у одного туриста не пропали деньги за эти годы, и они у нас все с путешествием. Ну, и, конечно, я через всю жизнь пронесла любовь к туризму и очень сильно питает вот эти счастливые, радостные, благодарные глаза туристов. Они, конечно, окреляют и еще с большим рвением хочется что-то делать для туристов. Мы вот немножечко сказали по поводу зарубежного туризма в этом году, да, вот весна, лето, все те же направления останутся, да, вот Таиланд, Шри-Ланка, там что-то еще будет. Таиланд, Шри-Ланка заканчивается весной, но очень важно и хорошо то, что в этом году из Новосибирска Турция будет летать каждый день. Поэтому на любое количество дней, на любой бюджет клиент сможет подобрать себе тур и отдохнуть во всех регионах Турции. Я хотела бы сразу на два момента обратить внимание, которые сейчас могут настораживать туристов. Первое, что там, конечно, мы скорбим по поводу того, что прошло такое землетрясение и сочувствуем, конечно, и соболезнуем. Но это совершенно другой регион. Регион Анталия, куда будет летать самолет из Новосибирска, не коснулось ничего. Все отели работают в штатном режиме, там нет никаких проблем. И есть еще второе заблуждение, что сейчас пострадавших всех переселили в анталийские отели, и они будут мешать туристам. Это тоже не так. Пострадавших переселили в закрывшиеся уже отели, открыли для них специальные отели, а те отели, которые принимают туристов, особенно русских, они все работают стандартно. Ну, я надеюсь, что будет где отдохнуть, и надеюсь, что квиз получится очень интересным. Мы еще раз приглашаем 12 марта квиз для путешественников. Приходите, выиграете отличные призы. Спасибо, Ольга. Вам спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили о квизе, который пройдет уже совсем скоро с Ольгой Решко, директором туристического офиса. Ольга. Ольга.